Добрый день, друзья! Встретила свою приятельность, которую я знаю очень много-много лет. Ее зовут Шалома. Шалома, расскажи свою маленькую историю. Как давно ты приехала в Израиль? Откуда приехала? Да, я приехала в конце 96-го из Харькова. И мне тогда было 6 лет. 6 лет. То есть ты помнишь то, что было до 6? Совершенно ничего не помню. Ничего не помнишь. И ты приехала одна? С мамой приехала одна, правильно? И получается... Ну, расскажи нам, как ты думаешь, любишь ли ты Израиль? Конечно, я люблю Израиль, это моя страна, это мой народ. То есть ты ощущаешь с Израилем духовную связь? Конечно. И даже нет желания никуда поехать? Не то, что нет желания, это когда это преступление против души, выход за границу для меня. Я не способна просто чисто духовно, я не способна поехать просто в путешествие. Да, нет, нет вообще желания, я ездила за границу до 12 лет, я гуляла там, все, что... Тебе это не нужно, ты поняла, да? Не то, что мне это не нужно, это может быть и интересно, но я предпочту там смотреть разные какие-то передачи, тревелы. Да. Чем, потому что я духовно не могу, чисто вот именно духовно. Понятно. Так, сейчас... Ну вот, хотел еще, конечно, такой простенький вопрос, не знаю. Дравится ли тебе вообще климат в Израиле, как ты переносишь жару? Да, вроде как-то терпимо, не так, чтобы вау, но терпимо. Понятно. Но вообще, ты любишь природу Израиля? Да, конечно. А что вот особенного в ней, в природе Израиля? Есть очень вот, вот смотря там вот... Израиль настолько же разный, юг отличается от севера, а какая часть Израиля тебе больше, вот ближе к твоей душе? Все нравится по-своему, это еще зависит от настроения. Да. Что там хочешь посмотреть на какие-то там... на деревья или на песок? Это настроение, это не... Но просто многие люди говорят, что вот им тяжело жить на юге Израиля, потому что пустыня, мало зелени. Это красиво. Мало зелени. Не знаю, это... Мало зелени можно поехать, Израиль весь очень маленький, может поехать на север? Так, а вот есть люди, которые говорят о том, что ни за что не жили бы на юге Израиля, только в центре, потому что там такая движуха, жизнь как бы кипит. Как ты к этому относишься? Я не знаю, я работаю, у меня съемки, я часто езжу. Кому-то это подходит для жизни, кому-то можно туда съездить 2-3 раза в месяц, ему хватает и... А ты вот езжешь, ты по Израилю много ездишь? Я езжу по работе. По работе. А вот расскажи про твою работу, мы самое главное стопили, кем упустили, кем ты работаешь, чем занимаешься? Ну, в принципе, я актриса, и у меня есть организация по борьбе с сексуальным насилием против детей. О, как интересно. Ну, практически тем, чем я занимаюсь. А подробнее не хочешь рассказать, что это за работа, как бы? Ну, в принципе, это съемки, сериалы, передачи. А это где, на телевидении? Конечно, да. На израильском телевидении, да? Да, на израильском. Хотя есть, конечно, израильские сериалы. А есть на YouTube какие-то материалы? Можно поискать. Поискать? Да, да, конечно, есть. А как найти в поиске? По какому ключевому слову? В принципе, YouTube, я не знаю, ну, гугл, просто мое имя, и все. Это на иврите. Имя, фамилия нужно, чтобы найти? Шалома, рифка, левин. Но это на иврите. На иврите тоже на любом языке можно найти? Да. В гугле и все. Да, я просто, я не думаю, что там есть переводы какие-то. А вот еще интересно, вот как религиозный человек, да? Как ты относишься к интернету? Нормально. Потому что есть же религиозные люди, которые не хотят пользоваться интернетом. Люди просто, которые, как-то вот, оно считается, что изначально, что человек, который, как бы, лучше, как сказать, не поддаваться этому соблазну. То есть, как бы, есть люди, которые изначально, они слабые, там, для них это исключительно, если, там, телефон, интернет исключительно порно. Но это совсем не для этого создано. То есть, все зависит от человека, как он фильтрует, как он фильтрует информацию. Да, это сила духа. И тем более, как бы, ну, в принципе, даже не только вот это, ну, вот, как бы, религиозные женщины, да, у них там дети, у них какие-то там, поэтому им, правда, телефон, наверное, им это мешает в жизни. Потому что нужно там чем-то заниматься, кроме этого. Угу. Не знаю. Так, вот еще интересный вопрос. В твоем понимании, а как астрология связана с иудаизмом? Это часть его, это часть. Это мистическое, да, направление? Или... Это обычная часть иудаизма. Она... Я не знаю, насколько она мистическая. Все мистическое, если углубляться, все будет мистическим. Если углубиться. Но нужно подходить как к астрологии? Не как к гаданию, потому что гадание, это совершенно и другое, это идолопоклонство. Дает карту, как, с какими базисными данными человек пришел в этот мир. И то есть из этого можно еще вычислить его прошлой жизни. А надо ли знать свое прошлое жизни? Потому что, например, Михаил Лайтман говорит, что это не важно. Ну, начнем с того, что он не особо имеет отношение к эвристу. Поэтому у него чисто так, у него свое понимание, очень свое, очень личное. Но он же еврей, как у него? Да, нет, его учение, оно очень личное. Это очень его личный взгляд, который... Очень вот его именно. Понятно. Так, ну вот пока вот так как поверхностно мы прошлись, все, очень было приятно пообщаться с Шаломой. Всем привет. Да. Спасибо.